Посмотрите, человек, который выступает для нас неплохо, но постарайтесь услышать штампы, постарайтесь почувствовать, как он интонирует искусственно. Мы потом поговорим про это. Ну, достаточно, даже если вы не очень поняли. And man, from there to there. То есть, как бы, это вот американские штампы, интонационные. И вроде неплохо, бегло, все нормально, но возникает ощущение, что он больше, в принципе, любуется собой. Он классный, он миллионер, его слушают, он выступает. И теперь этот, вы узнали его? Да. И теперь этот же дядька через 20 лет. Посмотрите. Для меня, маркетинга стоит о целях. Это очень сложный мир. Это очень слабый мир. И мы не получим возможность, чтобы люди помнить много о нас. Никакой компании. И поэтому мы должны быть очень очевидны, о том, что мы хотим, чтобы они знать о нас. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats. Not just in this country, but all around the globe. And even a great brand needs investment. Мне себя так жалко прекращать. Ну, я не знаю, вы заметили? Что это совершенно другое. То есть, как он думает о том, что он говорит, и как это ему важно. И как, в принципе, ему... Ну, не то, что ему не важна аудитория. Но он не думает о том, как он выглядит. Он там лоб почесал, там что-то. Но ему так важно вот то, что он сейчас говорит. Нет, фантастика. Я не знаю, насколько он учился. Я думаю, что он учился. Если мы читали, кто читал книгу про него, там написано, что две вещи его в жизни волновало. Это дизайн и презентация. Да? И я думаю, что он, конечно, занимался. Тем более, там такие школы актерские классные. Они, кстати, нашу систему Станиславского в Америке преподают, и знают, и ценят больше, чем у нас. Я думаю, что он... Ну, это уж слишком велика перемена. Хотя, конечно, 20 лет, опыт и так далее. Ну, круто.